Доброе утро всем. Я уже не помню, здоровалась, я не здоровалась. В общем, иду домой. Не домой, а сейчас в Алькампу поеду. Кое-что надо купить. Сейчас вот как отсадиться. В общем, иду в Алькампу за продуктами. Что-то я, знаете, вчера... Я знаете, как список делаю? Смотрю YouTube. И там... О, картошки. Там кто-то готовит. Картошки нет. Кто-то там лук добавляет. Точно, у меня тоже нет. И вот так вот список я готовила. И знаете, потихонечку, помаленечку набрала такой список, что мама не горюй. Вот. В Алькампу... Еда там Чарлина. Поэтому в Алькампу поеду. Что не открывается? Все. В машине, наверное, жарища такая. Не, наверное, а точно. В общем, едем. Скоро-коро. Вот это да. Ох, можно умереть. Ну вот, у нас тут какая-то пробка. А, все. Смотрите, какая крутая тачка. Как у них там лысина не сгорает. Тут сидит шофер лысый. Как у него не сгорает она. А вообще мне не нравятся такие машины. Что-то вся пылюка, вся жара, все у тебя. Вот, включил кондер, едешь тебе прохладно, хорошо. Как я предполагала, народу, конечно, до хрена. Как там спиндюрилась в парковку. Мне же нужно, чтобы тенек был. Понимаете, у меня же Чарли в машине. Я ему все окна открываю, но не насквозь прям вот. А, ну, открытыми оставляю. Полуоткрытыми. И чтобы тенек был. Иначе он и жарится. И сейчас быстренько все куплю. Надо ручки обработать. Хочу выбрать себе какой-нибудь вкусный этот ополаскиватель. Лорис, ты чё? Потому что уже все надоели. Ну-ка, понюхайте. Вкусно, по-моему? Вот этот мемосин, он долго держится. Хороший. Лордесареса и граната. Гранат с черешней. Не, не очень как-то сладкий. Вы знаете, что мне тут нравилось? Ну, вот я уже узляпалась все. Что у меня тут случилось с маской? Там вот было какое-то яблоко зеленое. Я помню, не покупала. Чё, 75 копей? А, нет. Вот возьму яблоко зеленое. Так, полезла я еще в список. А, еда Чарли нужно. Сто процентов. Матрасы, посмотрите. Так, матрас. А чё, почем, как есть мечом? Чё-то сцен не вижу вообще. А вот, 20, 30, 367. Вот это вот, хорошая. А, это, наверное, двухспалка. Мне нужен односпальный. Чё-то и выбора никакого нет. Так, пошла дальше. Так, последний раз Чарли, по-моему, ел вот этот форм неплохо. Но только мне надо поменьше, потому что он все равно мало ест. Поэтому... Денталь. Что это за денталь? Новый, что ли, какой-то? Ммм, для зубов. Возьму, попробую. Для зубов. Хороший. Так, состав. Ой, ну, возьму, попробую. Чуть-чуть ничего не надо мне. Едем дальше. По мере возрастания. Я уже пришла. Как вы могли бы заметить, народу столько. Хотела поснимать, но столько народу. Света упятся. Чарли в машине сидит. Думаю, ну его нафиг. Надо быстрее бежать. Сейчас покажу вам, чё почём. В общем, 2 килограмма лука. 1,55 евро стоит. Картошки взяла. 77 копеек. Не знаю, там может килограмм, может ещё что. Авокадо взяла. 2,48. Оно было по предложению. 1,99. Вот, ну там скидки типа того. Хороший такой авокадо. Вот пускай спеет. Так, кабачков взяла. Вот по 99 копеек они были у нас. Килограмм. Так. Равиоли. Это вареники с сыром и с грушей. Очень вкусные. Они здесь едят соусом сырным. Такие солёные, знаете. А я люблю. Со сметаной. Ну, как вареники с творогом. А со сметаной надо есть. Они солёные, правильно? В общем, они дороговаты. 3,19 стоят. 250 грамм. Но они того стоят. Взяла сыр тетия. Что в переводе означает. Сисечка. Сыр сисечка взяла. Ну, видите, он и форма у него такая. Сисечка. Тетия. Тета по-испански сися. А тетия сисечка. Печу грудь. Ну, а это вот сисечка. Ну, самое настоящее. Вот. Никогда не пробовала. Хочу попробовать. Он у нас стоит 7,45. Вот это вот сисечка. Так. Творог взяла. Творог у нас вот этот. Рубль 39. Здесь 200 грамм. Так. Мороженое. Товлерон. Здесь 4 штуки. Оно у нас стоит 2,90. Сметана. Евро 76. Ни сливки, ничего. Самая настоящая сметана. Так. Хочу начис сделать. Как-нибудь сыром с авокадо. Вот взяла вот такие вот начис. Или как там их назовешь. Рубль 35 стоит. Так. Для чарлики, да, 3,59. Взяла кунчозу. 3,25. Тут много, видите. Кунчозу 3,25. А, это что такое? А, рубль 25. Люблю вот такие вот разные китайские вот эти вот. Рубль 25. Кису фреску. Это вот это, что ли? Соус этот. Вот эти не знают, сколько стоят. В общем, ополаскиватель 2,49. А, да, это. Это евро 38. В общем, все. Жарю себе вот эти вот. Это как курица в панировке. Вот. И салат сделаю. И будет мне вкусно. Нарежу салатик. И все. И вкус дорожку. А. И сисечку попробую. Что там за сисечка такая? Вкусная должна быть. Вот так у меня обед. Это с соусом цезарь. Вот. И вот эта вот грудка куриная. И сюда порезала сыр тыкия. Какой-то, знаете, безвкусный. Нет такого, как плавленый. Гаудай дэм. Ну, на завтрак можно сожрать. Но зато теперь, как говорится, попробовала сисечку. Камар летает, представляете? Тут пару ночей не включала. Ну, не включила вот эту вот штуку. Дня три не включала. Думаю, о, как здорово, комаров нету. А потом такая, знаете, сплю. И вот во сне мне снится, что меня вот кусают, кусают комары. Вот. И тут я открываю глаза и понимаю, что это ни хрена, ни сон, а что это на самом деле меня кусают комары. Короче, меня все искусали. И вот я опять включила этот, как он там называется, вот эту штуку. Вот. И все. А я обрадовалась, комаров нет. Что я готовлю? Я вчера рылась с заморозки и нашла крабовые палочки. А сейчас заглянула в них. Их там очень мало. Салат хочу сделать с крабовыми палочками. Так, подождите. Это я сейчас рис отварю. Вы знаете, я люблю крабовый салат только с рисом. Так, это будет вариться у меня в роботе моем. Сейчас закрою. Вот так, на 20 минут. На 20 минут. Очень удобная, кстати, штука. Как на это варится. На пару. И не надо ничего мешать. Все само. Так, нет, 100 надо. Тут уже яйца варятся. Варятся. Яйца варятся, кстати, храню. Крупы вот в таких удобных штуках. Это от печенья. Печенье имбирное. В Меркадоне продаются по евро. Во-первых, тут все видно, что там находится. Это я достала манку. Буду на завтра сделаю. Как это называется? Сырники. Я же творог купила. Сырники. Я, в общем, тут немного приоделась, чтобы никого не смущать. Вот, хотя не понимаю этого там, да, вот. Нет, все прекрасно понимаю. Не пойду же я просто в лифтики по городу, да. А на пляже в трусах и в лифтики ходим. Некоторые даже без лифтика с сиськами там такие. Ну, ладно, это их дело. Что я рассказывала? Крабовые палочки. И я тут поняла, что у меня есть еще эти. Заморозки. Я же русский человек. У меня все должно быть в запасе. И там у меня эти. Креветки. В общем, хочу. Сейчас креветки достану, тоже отварю. И будет такой креветочный салат, скажем так. Куда 12 минут яйца варить. А что еще делаю? Вот смотрите, помните, я-то купила вот такой чарли паштет. Вот. Он его, зараза, просто вот так я его дам. Он его не ест. Надо чуть-чуть разогреть и помять. Обмануть его, что это типа какой-то такой супер-пупер-суп вкусный. Просто выбрасывать жалко. Думал, вдруг поест. Насыпала я ему корм, но он не голодный. Он даже к нему не притронулся. Так, вот. Чуть-чуть крабовых палочек. Пол огурца. Потому что пол огурца съела. Рис сейчас отварится. Что еще там? Яйца. А что туда еще-то надо? Лук зеленый есть. Все мы емем, да? Чуть-чуть разогрела. Кстати, неплохо выглядит. Мне кажется, я переборщила с разогреванием. И пахнет прям. Правда, вкусно. Вот сама я ешь. Да, с разогреванием я. Это пахнет прям паштетом. А, зараза. Палец чуть не сожгла. Горячо. В общем. Так. Здесь все под контролем. Там времени. Здесь по времени. Креветки надо достать и отварить. Креветочки. Я всегда с собой беру. Едем камеру. У меня, говорю, я запасной человек. У меня всегда все есть. Как иначе? У нас такая русская душа. Хотя, вы знаете, у меня, у наших, у моих клиентов тоже всегда все есть. У них, у меня вот уже все. Помимо двух холодильников, есть еще и морозилка такая огромная. У которых все есть. А еще же я вам рассказывала много раз, что испанки, они любят еду замораживать. То есть, осталось там что-то. Они, кстати, меня так сестра и научила, что не выбрасывать, а заморозить. Прекрасный выход из положения. Я никогда, например, в России не замораживала щи. Здесь я их замораживаю и такие же, да. Потом хлеб я никогда не замораживала. Здесь на ура. И вообще все замораживается, кроме макарон, картошки и еще что-то. Макароны становятся такие, знаете, как водяные, что ли, как и картошка. А все остальное можно прекрасно заморозить. Вот, ладно. Сейчас все это сварится. Закину потом. Ну, что я их достала? Как в холодильнике пока лежат, правильно? Арбузико, наверное, порежу, полупаю. На пляж не поеду. Я говорила, не говорила, уже не помню, что-то. Что-то как-то пасмурно. И суббота. Народа много. Не хочется толпиться. Иногда режу лук ножом. И даже, несмотря на то, что его помою, все равно пахнет луком. Арбуз с луковым запахом, это не арбуз. Вообще какой-то арбуз попался нехороший. Вот у мураканца дела. И вот он у нас лежит, лежит. И никто его не ест. Но опять я русская душа. Выбрасывать ничего не выбрасываю. Через силу буду есть. А что делать? Тут осталось-то всего, да не всего. А знаете, это как говорят, хочешь жрать, сожри яблочко. Не хочешь яблочко, значит не хочешь жрать. Так и здесь. Хочешь жрать, съешь невкусный арбуз. Не хочешь невкусный арбуз, значит ты не хочешь жрать. Как-то так. Ладно, пускай все варится. Чарльз сегодня ничего не ел. Посмотрим, будет он есть или нет. Кера, куме? Тома. Чихал он. Вот если бы я ему дала что-нибудь свою вкусняшку изо рта, он бы сожрал. А это нет. Я не знаю, как у тебя только ни кожи и кости одни. Вообще ничего не ест. Вообще, кроме чучьим, ничего не надо. Комынь. Ой, твою мать. Дети убежали. Креветки убежали. Не убегайте. Я все прощу. Сейчас прочитала комментарий такой вот. Кого я из испанских блогеров смотрю вообще? И вообще, что прибежал-то? Я вообще-то разговаривать не с тобой собралась. Кого из блогеров я смотрю? Вы будете смеяться, но мне нравится смотреть Катю и Ваню. У них такие влоги. Я вообще люблю, знаете, какие влоги смотреть? Я не люблю разговорные влоги. Не знаю. Потому что я люблю смотреть... Это как сериал, понимаете? В сериале должны быть действия. Я люблю смотреть такие влоги, которые вот как показывают... Встал, что поел, как посуду помыл. Вот такое вот все. Люблю. Поэтому... Ну, Чарли. Я с людьми хочу пообщаться. Не время сейчас целоваться. Да. Скажи, мама, ты так думаешь, что не время. Самое оно. Самое время целоваться. Да-да, там с людьми общаюсь, да? Смотрят прям, куда я там что разговариваю. Все, отдай с людьми поразговаривать. Вот. И поэтому вот я их смотрю. У них так все не ноют, не навязчиво все. Вот такое вот. Потом еще люблю смотреть. Ну, как люблю. Иногда все равно надъедает. Перестаю смотреть. Как и всех. Это вот как, знаете, как Санта-Барбара. Ешь, как мы смотрели сериал. И то я его, знаете, как смотрела. Еще маленькая, наверное, была. То смотрела, то не смотрела. Так и это. Люблю Сайбель посмотреть. Иногда смотрю. Вот. А такие вот, чтобы вот там какие-то разговорные, какие-то там рассуждающие. Такие мне скучными кажутся. Кого еще я смотрю? Иногда к Самвелу захожу. Но очень сейчас редко захожу. Ну, бывает, вот там на кухне его посмотреть. Вот. Кого там еще-то смотрю? Ну, так ко многим заглядываю, как говорится, одним глазком. Ну, вот что прям смотреть, смотреть. Еще, знаете, у нас у родственников, кстати, племянники, есть канал свой. Сейчас я вам покажу. Вот. Но она сейчас вообще что-то не выпускает. У нее двое детей. И вот да, она что-то не это. Сейчас найду и покажу. Вот, смотрите. Это, кстати, наш племянник. Точнее, он племянник, а это его жена. И вот они там снимают видео. Если кому интересно. Посмотрите, вот 4 месяца назад она снимала видео. Это вот наш племянник. Сурприз. Малявочки. Вы видите? Хирардит. А чтобы вот таких испанских блогеров я не смотрю. Было один такие. Да вообще, вы знаете, чтобы смотреть вот это все, нужно время же на это. Смотреть, чтобы всех блогеров и туда-сюда. Вот. Поэтому я на многих подписана, но не все. Вот, кстати, смотрю иногда это. Мотиватор. Кристина. Тоже мне интересно. Но иногда просто одно и то же, одно и то же, одно и то же. Это скучно. Поэтому вот сейчас перестала смотреть. Через неделю опять начну смотреть. Вот так вот. Про Корею смотрю иногда тоже. Не каждый день, но смотрю. Вот. Ну, так вот. Что еще там смотрю? Даже не знаю. Таких вот, чтобы постоянных блогеров смотреть, у меня нет. Кроме Кати, Вани и Сайбель. Их, да, каждый день смотрю. Потому что, говорю, они как это, как сериал. Встал, пошел, поел. Вот так вот интересно. А рассуждения там о чем-то, о политике. И я сама стараюсь такие видео снимать, чтобы... Чтобы все было в комплекте. Вот. А не так вот, чтобы сидеть, вот как сейчас, и разглагольствовать о жизни. Вот. Не знаю. Пишите в комментариях, какие вам видео больше нравятся. Разговорные. Или, может быть, у вас темы какие-то есть. Может, вы хотите послушать там что-то. Вот. Или, не знаю, чтобы заинтересовать публику какими-то темами очень интересными. Мне кажется, нужно для этого какое-то образование. А просто сидеть и рассказывать, что там, я не знаю, на улице замечательная погода. И как прекрасен мир. Не знаю. Мне кажется, неинтересно. Вот. Если у вас есть темы, то пишите, задавайте вопросы. И можно и поболтать, как говорится. Вот. Это вот... Даже, можно сказать, ответила на комментарии, которые у меня там есть. Все. 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 Отключаюсь. Иду смотреть дальше сериал. Пока у меня остывает рис и яйца. У меня закончился лед. И позвонила муж, чтобы он привез. Они занимаются продажей. Да? Вот. Это для... Чтобы делать... Этот, как называется... Лимонад. Очень вкусный. Сейчас буду все это убирать в морозилку. Выбрал сухой корм. Не бойся. Кушай, кушай. Я сейчас хочу заварить стелью и как раз сделать этот лимонад. Такой у меня сегодня день сумбурный. Туда-сюда, туда-сюда. А не, он паштет оставил на десерт. Он же у меня гурман. Он сначала сухой поел корм, а теперь он ест паштет. Вот так вот. Сейчас еще компот потребуют. Нет, вы посмотрите на него. Не пойму. Сижу в себе в туалете. Никому не мешаю. Наслаждаюсь. Простите за подробности. Но этот все ревет и ревет. Прямо вот плачет. Вот так вот. Знаете почему? Потому что 100% у него он там. Естественно. Вон он, мяч. Что? Сака. Он здесь так хугает? Он здесь так хугает? Вот так вот. Видите он? Причем он в него не играл. Он играл вот в эту игрушку. Но он увидел, что там мяч. И вот так сидит. Что происходит? Что происходит, Чарли? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Надо мне его доставать. Иначе вот так будет весь день. Все. Солить пока не буду. Майонез добавлять тоже не буду. Потому что на сегодня его никто не будет есть. Просто отправляю в холодильник. Сделала себе лимонадик с мятой. Вкусняшка. А у нас концерт тут. Смотрите. А что, почему? Почему не знаю. В парке в нашем. Ой, сколько рыбок. Смотрите, красные. Что там говорит? Видите, стулья стоят на дистанции. А это знаете, что? Это церковь какая-то. Видите? Церковь какая-то. Вот это вот какая-нибудь. Ну, их много разных вер. Прикольно поют. Есть свобода. В Доме Божьем поют. Есть свобода. Слушайте, веселая какая-то церковь, правда? Мы свободный поют. В общем, вот так вот. Картина Репина приплыли. На том же месте, в тот же час. В общем, просто включаю, чтобы с вами попрощаться. Всего вам самого лучшего. И всем пока-пока. До завтра.